Я начал с мотокросса, занимался этим два года. Он решил, что он недостаточно силен для этого. Сами видите его руки. То есть там, где он рос, там не было вблизи каких-то организаций по спидвею. То есть там в 80 километрах от того места, где он жил. Тот тренер сказал, что тебе лучше заняться спидвеем. Я думаю, что ты будешь великим гонщиком. Он выступал в команде. То есть он занял первое место. Три года спустя был первый его финал в спидвеи. То есть спустя три года это был первый чемпионат мира его, финал чемпионата. И он вошел в 16 сильнейших гонщиков. Это был 1954. Это был тот английский гонщик, который был перед ним, будем так говорить. Он выиграл в 1955 году. Он стал чемпионом, а Ове стал чемпионом в 1956 году. То есть там проходит в Лондоне есть стадион, на котором каждый год проходит чемпионат мира. Ну, дайте я скажу что-нибудь о русском спидвеи. Первые русские гонщики, которые вышли в топ списка, это были Самородов и Лиханов. Я не помню, я думаю, это было 1963, когда Борис Семеродов... ...по мне кажется, что он бы хотел. И потом Плеханов, который был даже лучше. Плеханов и Ове, они ехали в перезаезд, ехали в перезаезд на первое место с Игорем Плехановым. Потому что у них было одинаковое количество очков. Оба раза, вот в Гетенберге, в Гетенберге, да, и на стадионе Уэмбли, я так понимаю, да. Да, то есть вот они соревновались между собой, и то есть вот он такой весь расслабленный там ехал. И на последнем повороте Плеханов его обгонял, то есть дважды. В 60-х годах команда российских гонщиков была мирового класса. Очень сильные гонщики, вот он перечислил, кроме этих двух Арханов, Самарадов, да, Кадыров, Трофимов и Курленко. То есть они создали команду высшего класса. Да, к сожалению, потом российский спидвей снизил свои позиции, но сейчас он говорит, что русский спидвей опять возрождается. Да, и по крайней мере он считает, что целых два Плеханова видит наших. Еще вопросы? Как у вас занимаете русские дороги? Дороги, беда. Что вы думаете о русских дорогах, дорогах? Они довольно-таки хороши, если бы не дорожные работы. Он назвал очень много городов, через которые проходили маршруты. Если честно, я не заплываю, да? Вот, ну да, 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 да. Там через Самару, Москва, в общем, поездили. Да, дороги были не очень, но сейчас они лучше, а в следующий раз, когда он приедет в Россию, они будут хороши, еще лучше. Молодец. Я still remember coming from Mongolia and Kazakhstan, and when I came back into Russia, I thought I was in heaven. Потому что там был асфальт, you know? То есть, я помню дороги в Монголии и в Казахстане, и когда мы вернулись в Россию, то это вообще, то есть это вообще райское было, потому что там был асфальт. Он не сказал бы, что он очень часто сюда приезжает, но вот, допустим, в этот приезд они посетили много городов, то есть Уфа, Октябрьск, Тольятти, Балакова сейчас, и он очень хочет посетить Волгоград. Он сейчас сказал, что два российских родственников, которые предъявляют, скажем так, называться Эмиль. Ну, он видит их. Кто это? Сегодня, the outstanding one, I think, is Emile Saifuddin. I can't pronounce his name. No, Emile Saifuddin. I think he's the outstanding one, but the Laguta brothers are also very good. Кто? Два Laguta. Лагута. А, братья Laguta. Вы начали гонять там, как сказать, ездить с 50-х годов. В чем разница между тем, с педвеем? Because they were low ribbing. You know, one of our engines, top revolution was about 6,000. But the ones they used today, they were about up to, at my right, if I say 14,000. То есть, говорит, в принципе, очень много похожего. То есть, больших изменений нет. Единственное, двигатели стали намного мощнее и в лошадиных силах, и в оборотах в минуту. И гонщики регулируют скорость, да, что ли. Вот нужно поворачивать вот эту ручку. А поворачивали вот так или на борт? То есть, регулировали газ? Да, он стадион мне понравился. Если бы он был лет на 60 моложе, то они прекрасно бы с Валерием покатались бы, погоняли. Просто сидеть или все-таки погонялись? А, нет. Ну, у него много было туров по разным странам и даже континентам. Но последний, насколько он помнит, это где-то 1973-1974 год. Хотя Игорь с ним не согласен. What is the optimal weight for racer, for rider? The lighter, the better. Чем легче, тем лучше. Maybe some of the people they know, Михаил. Он меньше его ростом и намного худее, где-то 50 килограмм может быть. А за какую команду вы в сегодняшней гонке будете болеть? I have to support the Turbans. Of course. Because I am a guest to them. Потому что я их гость. But to be honest, had to be in Vladivostok, I would have said Vladivostok. Для него важна не столько победа и победителя, сколько хорошая гонка. Увидеть хорошую гонку. You have to work for yourself not only with Speedway? Или какая-то была работа еще в течение жизни? И, может быть, еще других увлечений? For him, he was a fair career. After he finished his career in Speedway, because Speedway became a life for him, У него компания грузовиков, да? Да, да, да. Сейчас он пенсионер. Спасибо. Уже переводка началась. Спасибо. Он желает хороших гонок, и чтобы люди могли прийти и увидеть эти хорошие гонки. И он хочет, чтобы спустя много времени Speedway оставался спортом номер один. Я не думаю, что я был где-то, где Speedway был спортом номер один.